Во многих районах республики в минувшие выходные прошел традиционный окатуй. Аграрии завершили весенний сев в отведенные сроки. Теперь первостепенная задача сохранить урожай. Ну а пока есть возможность подвести первые итоги. Глава республики поздравил жителей трех муниципалитетов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Ансамбль из села Шигурданы для своего репертуара собирает песни на двух языках. Праздник песни и труда для этого района тот самый случай, когда культура разных народов сливается воедино. На Солнечной Поляне с исторической достоверностью воссоздают старинные обряды. Как отмечают национальные праздники в республике, всегда мечтал увидеть предприниматель из Турции Ильяс Яльчин. Гость из-за рубежа решил провести свой отпуск в Батрево, а заодно и поучить язык. У Чуваши и Турков прямая историческая связь. Я впервые приехал в республику и, признаться, был поражен национальным праздником Агадуй. Мне будет, что рассказать друзьям. Праздник песни и труда в Батрево встретились с достойными результатами. Весеннюю страду муниципалитет завершил в срок. Аграрии района продолжают осваивать залежные земли и реализовывать инвестиционные проекты. Наш район обладает огромным потенциалом для дальнейшего успешного развития. Здесь живут трудолюбивые люди, которые дорожат добрыми традициями родного края. Сегодня при аграрии района стоит основная задача. Не замедляя набранных темпов, обеспечить своевременный и качественный уход за посевами. Агадуй в Яльчиках сопровождался конными скачками и шоу парашютистов. Не обошлось и без выставки народных промыслов. Картины, игрушки из фарфора и музыкальные инструменты местные мастера изготовили своими руками. Героев праздника чествовали на сцене. Благодарности, дипломы, почетные грамоты, список награжденных большой. Заслуженным работником сельского хозяйства стала заведующая фермой кооператива «Комбайн». Здесь Мария Осипова трудится более 40 лет. У нас ферма работает очень хорошо. Даже можно сказать, привесы приличные. Выполняем план. Среднесуточный привес 90 грамм. Успехи местных жителей позволили муниципалитету занять первое место в республиканском конкурсе инвестиционной привлекательности. Яльчики получили грант главы региона на развитие проектов. Сумма премии 15 миллионов рублей. Депутаты решат, куда это направить. Так что хочется вам пожелать дальнейших успехов. Яльский район эффективно управляет общественными финансами. Это комплексная оценка соответствующих экспертов, специалистов, общественных организаций, общественных институтов. Общественными финансами эффективно управляет и Маргаушский район. По итогам всероссийского конкурса муниципалитет занял второе место. Глава региона наградил передовиков и пожелал урожайного года. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов и Олег Якимов. Республика.